коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соц сетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом друзья мои идет набор на онлайн курс базовый сценарный курс нашей сценарной мастерской если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом то проходите по ссылке в описании подавайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой так видите ли вы меня слышите ли вы меня есть ли звук и картинка слышно ли меня видно ли меня да все видно слышно идем дальше друзья мои ой 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 сорян конспект себе перемотаю так у нас с вами сегодня последний урок на нашем онлайн курсе сценарий за неделю я поздравляю тех кто дошел до конца тех кто написал сценарий те кто отредактировал сценарий и сегодня мы будем говорить о том что делать с вашими сценариями дальше чуть позже я вам дам конкретное задание по поводу ваших сценарий а сейчас расскажу в общем что делать со сценарием и каким образом его продвигать есть несколько разных способов первый способ самый простой вы свой сценарий публикуете то есть выкладывайте его в свободный доступ для того чтобы его можно было прочитать можно выложить сценарий в соцсетях можно выложить на своем сайте можно выложить на специализированных сайтах где можно публиковать сценарий например есть сайт сценарист ру но там здесь я должен оговориться что там есть свои своя как бы своя атмосфера в выкладывании текста на этом сайте там есть свои условия там надо сколько-то прочитать сколько сколько-то чужих сценариев и оставить свою обратную связь после этого вы публикуете и еще один нюанс друзья мои каждый раз когда вы публикуетесь на писательском каком-нибудь сценарном сайте вы думаете что ваш сценарий там прочитают продюсеры продюсера нога продюсера на эти сайты ни разу в жизни не ступала и сценарии ваши будут читать другие сценаристы другие писатели они не заинтересованы в том чтобы у вас все было хорошо и чаще всего такие такого рода сообщества превращаются в такую силосную яму где люди сидят и друг друга опускают то есть это не очень здорово и и конечно на творческом росте никак не сказывается но тем не менее вы публикуете сценарий надеетесь что кто-то его прочитает да то есть это такой так называемый маркетинг надежды и в данном случае инициатором знакомства с вашим сценарием будете не вы а некий человек который вашим сценарием заинтересуется да мы предполагаем что заинтересуется и прочитает его результативность не очень высока но тем не менее этот способ тоже надо использовать как и все остальные то есть свои сценарии нужно не бояться публиковать следующий вариант вы собираете адреса продюсеров собираете адреса кинокомпаний находите их в интернете как это сделать это сделать очень просто заходите на сайт кинотеатру находите фильмы вышедшие в 2000 там есть раздел по годам еще раз сайт называется кино тире театр точка ру и там есть раздел новые фильмы и смотрите год например этот год 22 год и предыдущий год 21 год там все фильмы которые вышли всех компаний и дальше смотрите кликайте на раздел компания смотрите название компании переносите копируйте его в яндексе находите сайт компании и отправляете на электронный адрес этой компании свой сценарий как видите все очень просто почему надо смотреть на последний год-два потому что если у компании вышло что-то в этом в прошлом году значит компания работает потому что компании появляются закрываются разоряются постоянно идет какая-то движуха сколько сегодня существует кинокомпаний в россии никто не может сказать от от смотря что считать кинокомпании да вот 400 до 700 где-то так условно говоря когда человек регистрирует и п до с видом деятельности связанной с кинопроизводством вот у меня мое и п она в акведах имеет помимо там основного это сейчас основное образование для взрослых а раньше у меня основное было деятельность связанная с кинопроизводством и соответственно я на ну сценарная моя работа она вся была деятельность связанная с кинопроизводством я все деньги через нее при нем по поэтом деятельности принимал но есть люди которые собственно кинопроизводством и занимаются да то есть ты регистрируешь и п на него получаешь деньги и дальше делаешь кино так вот такое и п является кинокомпании да то есть вот мое и п по сути может можно можно заниматься кинопроизводством вот является ли она кинокомпании ну как бы я считаю что нет да а кинокомпании является то что действительно производит кино да то есть вот если вы в этот год сняли какое-то кино значит у вас компания вот и очень часто таких юридических лиц может быть несколько да то есть условно говоря если мы возьмем какую-нибудь крупную компанию там ну не знаю там ты паши цпша или 3t да это в реальности там десятка 2 3 юридических лиц самых разных через которые самые разные операции проводятся да ну уж как минимум там и по это я думаю на на всех ключевых сотрудников заведено дальше что еще можно сделать вот собрали адреса до результативность тоже не очень велика но такой вариант тоже надо использовать я считаю и на самом деле для начинающего сценариста других-то способов и нет то есть вы начинаете с этого да то есть вы веером начинаете отправлять свои сценарии когда я только начинал карьеру сценариста моего утра начиналось с того что я находил в интернете адрес какой-нибудь компании отправлял по этому адресу письмо со своей заявкой я заявки тогда писал и это был мой ежедневный ритуал я делал это ежедневно день за днем месяц за месяц сначала мне вообще не отвечали потом начали что-то отвечать потом начали на встречи приглашать и потом я в конце концов нашел работу но самое важное да что если вы это делаете да у вас во первых фокус внимания смещается вы начинаете видеть возможности то есть если вы для себя решите что вот я отправляю 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 рассылаю 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 да такая холодная продажа то рано или поздно во первых может выстрелить какая какая какой-то из ваших обращений из этих да а во вторых вполне может быть что вы увидите вдруг какую-то возможность которую на которую раньше вы не обращали внимание какой-нибудь конкурс мимо которого вы проходили да или как в моем случае я увидел сообщение в жиже о том что редактор кинокомпании и ищет сценарий хоррора и по совпадению у меня сценарий хоррора был я и отправил хоррор этот она в итоге не сняла но я получил работу и сначала докторинга потом заказ на большой проект и мы несколько проектов там несколько лет работали вместе следующий способ это когда вы собираете адреса продюсеров и внимательно изучаете каждого из них для того чтобы дать этому человеку ровно то что надо например вы узнаете что есть такой продюсер тодоровский или есть такой продюсер окопов или есть такой продюсер сельянов и смотрите на этого человека смотрите какие фильмы он продюсировал какие интервью давал какие фильмы ему нравятся то есть Изучайте все про этого человека, читайте соцсети, общайтесь с людьми вокруг этого продюсера, залезайте к нему в голову и читайте его мысли. То есть ваша задача выяснить, что этого человека может заинтересовать. И вы дальше не выходите на авось, а старайтесь предложить ему такой проект, который по вашему предположению может этого человека заинтересовать. И чем больше информации вы соберете, чем точнее вы угадаете, тем выше вероятность успеха. То есть, ну вот, пример. Представьте, что вы парень, и вы хотите найти девушку, с которой вы бы завели отношения. То есть вы можете подходить к каждой девушке и предлагать ей заняться любовью. Какова будет результативность? Ну я думаю, что не нулевая. То есть в большинстве случаев вы будете получать по морде или получать удивленное лицо. Но в одном или в двух случаях из ста вам по приколу или еще там по какой-нибудь причине скажут, а, да, давай, окей. То есть вы 99 раз получите по морде, и один раз у вас будет секс. И когда вы собираете адреса продюсеров и рассыраете веером по этим адресам, вы должны быть готовы к тому, что вам почти везде откажут. Вернее, не то, что откажут, а вам вообще не ответят. Но есть другой вариант. Когда вы начинаете за этой девушкой ухаживать, да, то есть если вы смотрите и говорите, вот мне именно эта девушка мне нужна. И узнаете там, какие парни ей нравятся, да, то есть старайтесь стать таким парнем. Да, интересуйтесь, чем она интересуется, да, то есть старайтесь проникнуться ее интересами какими-то. И когда я ухаживал за своей нынешней женой, это заняло несколько месяцев. Такая планомерная-планомерная осада была. Вот. И в итоге вероятность того, что вы получите то, что вы хотите, она гораздо выше. То есть вы начинаете ухаживать как за партнером, да, вы начинаете за этим продюсером ухаживать. Но это еще тоже не самый результативный способ налаживания отношений к продюсерам. Следующий по эффективности способ, это когда вы обращаетесь к продюсеру, который уже вас знает. И эффективность вашего подхода к человеку с таким деловым предложением, она значительно возрастает, если этот человек знает вас, но знает не от вас, да, то есть не вы пришли и сказали, я сценарист, давайте работать, а знает от какого-то третьего лица, что вот какое-то третье лицо говорило продюсеру, что вот есть интересный сценарист. То есть если вы скажете, я великий сценарист, у меня великий сценарий, да, то понятно, что продюсер такое утверждение может поставить под сомнение, да, потому что понимает, что человек, скорее всего, оценить себя не очень в состоянии. Но если кто-то другой, тем более, если этого человека продюсер уважает, если он скажет, вот есть такой парень, который классно пишет, или есть такая девчонка, которая офигенно пишет, надо с ней работать, то в этом случае ваша результативность подхода к продюсеру значительно возрастает. Что это такое? Как этого добиться? Ну вот представьте, продюсер видел ваши фильмы, читал ваши книги, читал ваши сценарии, слышал отзывы о вашей работе от коллег, видел вашу фамилию в титрах, в списках лауреатов каких-то престижных премий, да, то есть нужно вкладываться в то, чтобы люди про вас говорили и говорили хорошее, и, соответственно, стараться не делать так, чтобы люди говорили о вас плохое. То есть, ну, как все творческие люди, и к тому же, там, что называется, борзые и яростные, да, я очень легко завожу и друзей, и врагов. У меня достаточно врагов или людей, которые считают себя моими врагами, да, я-то никого врагами не считаю. Но, тем не менее, даже мои враги, да, никогда не смогут сказать про меня, например, что, да, что он написал, но он ничего не написал, да, потому что фильмография, да, там, две страницы, или что, да, там, плохой он мастер, да, никто про меня этого сказать не может, да, даже мои враги признают, что я хороший мастер, что у меня этот самый, да, но могут сказать, ну, характер у него сложный, да, но тоже, смотря для кого там мой характер сложный. Для врагов сложный, а для друзей простой. Вот, поэтому, если вы сценарист, который нестабилен в работе, который злоупотребляет алкоголем, то об этом быстро становится известно. И наоборот, если вы сценарист, с которым приятно и комфортно работать, если вы не срываете дедлайнов, дедлайнов, я за время, за годы работы с сценаристом, я не сорвал ни одного дедлайна. То есть для меня это, ну, принципиальная позиция была. Об этом очень быстро становится известно на рынке, да, и если сценарист не срывает дедлайнов, дедлайны это сразу же для него не то, что жирный плюс, да, это сразу же перевешивает вообще все. Потому что, к сожалению, есть у нас еще сценаристы, которые нестабильны в работе. Если вы пишете профессионально, на высоком уровне, если вы пишете быстро, то слава о вас очень быстро разносится по индустрии. Потому что наш мирок, он очень маленький. Наконец, следующий вариант. Когда продюсер обращается к вам и говорит, а есть ли у тебя какой-нибудь сценарий почитать? В этом случае, что... Тоже у меня были такие случаи. Мы с Колей Картозией так познакомились. Он сам мне написал в Фейсбуке, что типа, Александр, а почему мы с вами ничего совместно не сделаем? Вот в этом случае нужно... И в принципе большого секрета нет. Об этом как бы... Он сам об этом писал, потом у себя в Фейсбуке. Он был у меня в коучинге. И я в итоге... Сериал никакой мы не сделали вместе, но я ввел утреннюю рубрику, мотивационную, в программе «Утро на пятницу». По-моему, как-то так она называлась. В утренней программе. Она, кстати, получила Тэфи. Смею надеяться, что моя копеечка в этой Тэфи тоже имеется. Может быть, кто-то из вас смотрел. Там такая одноминутная мотивационная рубрика у меня была в конце каждой передачи. До сих пор, по-моему, какие-то повторы в повторах их показывают. Так вот. Нужно создать какой-то магнит, который притягивает продюсера к вам. Нужно стать известным. Но стать просто известным недостаточно. Потому что вот есть, например, мы с женой это называем такой эффект джигурды. Когда тебя все знают, но фанатов у тебя нет. То есть у тебя известность, уровень известности высокий, а уровень авторитета невысокий. То есть нет человека, который захотел бы ему заплатить за какой-нибудь его продукт, который он делает. Но при этом его знает вся страна. Это вообще безо всяких дураков. Любой человек, человека спроси, да, и скажут, а это вот этот чувак. Да, мы его знаем. Поэтому известность должна быть такая, чтобы вас не просто знали, а чтобы вас знали, как человека, с которым хочется работать. А для этого нужно сделать что-нибудь такое, что будет говорить о вашей работе само за себя. Что это может быть? Ну, это может быть и сценарий. Но сценарий это все-таки полуфабрикат. То есть если говорить языком бизнеса, то работа сценариста это B2B. То есть это бизнес для бизнеса. А когда человек пишет книгу, да, это может быть B2B, если вы пишете и отдаете ее в издательство. И издательство эту книгу публикует. Но это может быть и B2C. Бизнес для клиента. Если вы книгу выкладываете прямиком в сеть, сейчас множество сервисов на эту тему, и читатель сразу ее читает. И вот когда вы только начинаете, вот то, что я сейчас вам говорю, это одна из самых важных вещей, которую важно понять. Когда вы только... И меня все время спрашивают там, Александра, а где найти продюсера? А как найти продюсера? Отдайте мне контакты продюсеров. Ребят, ну вы что, вы идиоты что ли? Зайдите на... Еще раз, да, зайдите на кинотеатр, две минуты времени, и у вас будут контакты всех продюсеров. Ну, это самое вообще, самое простое, что может быть в мире. Найти контакты продюсеров. Но снова и снова мне пишут, кому отправить сценарий? Кому отправить сценарий? Ну, что мне за вас составить, сесть, составить список этих адресов и файл выложить? Это вам ничем не поможет. Ну, вот будут у вас... Окей, хорошо. Давайте я вам дам мейл Федора Сергеевича Бондарчука, личный его. Как вы думаете, это поможет вам продать сценарий Бондарчуку? Ну, вот будет у вас его мейл. Ничем не поможет. Абсолютно ничем. Ну, отправите вы ему... Это найти не так... Естественно, я не могу, не имею права вам дать личные мейлы чьи-то, да? Но это вам ничем не поможет. Но продвижение в индустрию это не минутное дело. Это вещь, которая занимает годы. Процесс, который занимает годы. И задача, когда вы только начинаете свое продвижение в индустрию, нужно постараться найти способ выйти напрямую на пользователя. То есть адресоваться не продюсеру, а адресоваться пользователю. Сделать что-то такое, что пользователь сразу же может оценить. Сценарий это все-таки специфическая литература. Вот если вы снимете короткометражный фильм хотя бы на мобильный телефон, то его уже может оценить любой пользователь. А если ваша короткометражка выиграла какой-то конкурс, ее посмотрели миллионы людей в сети, дальше вас захотят. Вы не сами будете предлагать ваши услуги, а за вашими услугами будут обращаться. Что еще можно сделать? Ну, можно написать пьесу, можно написать книгу. У меня сценарная карьера взлетела вверх молниеносно в течение года после того, как очень хорошо пошла театральная карьера. То есть, когда я написал пьесу «Убийца», ее за первый год после ее написания поставили в России театров 30. Дальше в Европе начались постановки. То есть, это было то время, когда пожаром пьеса шла. И, соответственно, после выхода этой пьесы, там почти примерно в то же время вышла книга «Букварь сценариста». То же самое. А, скажем, ну и плюс у меня был блог. Сначала в ЖЖ, потом в Фейсбуке, и там практически сразу несколько десятков тысяч подписчиков. Соответственно, вот я считаю, что быть блогером сегодня для сценариста, абсолютно, для сценариста, для писателя, это абсолютно обязательная сфера деятельности. То есть, вы обязаны иметь блог, потому что, если у вас нет популярного блога, то про вас никто не знает. И у всех, у всех, посмотрите, все известные сценаристы, у всех есть там блог, ютуб-канал и так далее, и так далее. Да, и все что-то генерят, какой-то контент, потому что понимают, что все мы живем в сети, и если вас нет в сети, то вас нет вообще. Понятно, что сейчас происходит некое переформатирование, и раньше главной соцсетью был Фейсбук, главной киношной соцсетью, и все киношники сидели в Фейсбуке. Сейчас произошло некое такое разделение, и какая-то часть людей остается по привычке, пользуется Фейсбуком, какая-то часть переместилась в Контакт. Инсту, как ни странно, киношники не очень любят. То есть всегда вот все там все последние 10 лет это все происходило в Фейсбуке. Все общение происходило там. И пока до сих пор так остается. Хотя мы с вами сидим в Контакте, да, но тем не менее да, большая большая часть киношников, большая часть продюсеров сидела и продолжает сидеть в Фейсбуке. не знаю, что тут будет дальше, там у нас сейчас начинают VPN блокировать, там и так далее, но посмотрим. То есть, вот важно, друзья мои, я сидел и все время писал про литературу, про кино, да, и так далее, и так далее, и потом дальше мне уже начали писать продюсеры, и соответственно, если я писал какому-нибудь продюсеру, я тоже все время выходил на какие-то контакты, допустим, я встречаюсь с коллегой, он говорит, вот есть интересная компания, я начинаю искать продюсера этого в Фейсбуке, забивая его имя, фамилию, оказывается, он у меня в друзьях, вот, я ему пишу, и говорю, вот сегодня с коллегой общался, он сказал, что вы, типа там, хороший продюсер, давайте познакомимся, может быть мы что-нибудь сделаем вместе, и мы познакомились, и там в итоге сделали, сделали там некий проект, но для него я был не какой-то хрен с бугра, которого он знать не знает, да, а для него это был Саша Молчанов, которого он там много месяцев и много или даже лет читал в Фейсбуке, то есть я для него уже был знакомым, дальше следующий вариант, где результативность практически 100%, это ситуация, когда к вам обращается продюсер с конкретным техническим заданием, например, продюсер выходит на вас и говорит, мне нужна заявка сериала на 16 серий для канала НТВ, где герой мужчина, но не мент, в этом случае ну надо совсем безруким быть, чтобы такую заявку не написать, как это сделать, как сделать так, чтобы продюсеры к вам обращались с такими запросами, ну для этого надо стать известным сценаристом, работающим в конкретных нишах, то есть это вам немножечко на будущее, и в этом случае сужение ниши работает вам на пользу, даже если у вас нет большой сценарной фильмографии, нет небольшой карьеры за плечами, то у вас есть перспективы, я советую эти перспективы сузить, то есть не думайте, что вы напишите все сценарии в мире, да, и комедию, и мелодраму, и детектив, людей, которые являются многостаночниками, их на самом деле не так много, и они как правило не очень глубокие и не очень успешные, а в профессиональной среде к многостаночникам отношений очень недоверчивые, у меня четыре писательских специализаций и они все довольно узкие, то есть это сценарий детективного сериала, сценарий анимационного фильма, сценарий современной пьесы и учебник по сценарному мастерству, ну вот роман еще добавился, то есть это вещи, которые я умею, вещи, в которых, темы, в которых у меня есть достижения, и если ко мне обращаются, например, с просьбой написать комедию или романтическую мелодраму, я отказываюсь сразу же, однажды мне предложили написать подростковое кино, сериал про танцы, я посмотрел, встретился с людьми, очень приятные, очень хорошие люди, я говорю, ну ребят, ничего не понимаю, ничего не знаю, хотя я занимался в свое время аргентинским танго, но это другое, говорю, это будет залипуха, то есть я материал не знаю и в общем-то не очень интересуюсь этой темой, и такое кино писать не умею, поэтому отказался, то есть не моя компетенция, даже лучше времени тратить, не пытаться, и советую подумать о том, о некой узкой специализации, себя в этой узкой специализации начать совершенствовать и позиционировать, то есть писать сценарий именно в таком ключе и находить продюсеров, которые работают именно в этой нише, причем, вы знаете, иногда ваше представление о том, что вы хотите и делаете, оно может меняться, например, я начинал как детективщик, потом в какой-то момент я начал писать юмористические рассказы, причем это прям вот было какой-то ну, мгновенный какой-то разворот, мы сидели и играли в компьютерную игру, какой-то типа Counter-Strike или типа этого, и там был такой герой, такой персонаж Чарли, вот, и я решил написать юмористический рассказ про вот этого Чарли, про героя компьютерной игры, вот, я его написал, его опубликовали, тут же опубликовали в газете, в которой я тогда работал, вот, и дальше что-то я вдруг начал прям со страшной силы эти рассказы писать, я тогда переехал в Москву и какое-то время работал в компьютерной фирме, менеджером по маркетингу, ничего не понимая ни в маркетинге, ни в этих системах Oracle, которыми мы торговали в базах данных, вот, и у меня было очень такое депрессивное настроение, и я сидел и каждый день писал по юмористическому рассказу, просто для того, чтобы из этой депрессии выйти, вот, и они вдруг со страшной силой начали публиковаться, по всей стране, там была такая, в Казахстане была такая газета Экспресс-К, они начали, короче, брать мои рассказы, менять имена героев на казахский и публиковать там, вот, то есть, воровали просто рассказы, и, в общем, и меня это, на самом деле, как-то веселило, вот, и потом их начали публиковать, прям реально везде, были тогда журналы, колесо смеха, вокруг смеха, вот они везде публиковались, литературная газета на 16-й полосе, потом я познакомился с ребятами из журнала Крокодил, стал там работать, стал главным редактором, стал в Фитиле работать, и у меня такая была карьера, нацеленная на, в сторону юмористики, и я думал, что, блин, похоже, я становлюсь писателем-юмористом, вот, и потом постепенно, опять же, произошел разворот от комедии к детективу, и я начал писать детектив, то есть, вот эта специализация, да, она может меняться, она может разворачиваться, вот, поэтому здесь нужно немножечко, как бы, себе доверять, своему чувству, и смотреть, куда вас несет, смотреть, что у вас лучше получается. Дальше, если вы, сконцентрировав это усилие в одной точке, вы пробьете себе дырочку в индустрию, и окажетесь внутри, вот потом, уже там, можно попробовать что-то еще. Да, то есть, я через юмористические сценарии, попав на телевидение, да, то есть, мои первые сценарии, были сценарии для тележурнала Фитиль, и для тележурнала Ха, скетчи такие, короткие, трехминутные, а потом я понял, что мой жанр это детектив, и перешел на детективы, вот, и, ну, какая-то у меня, даже когда я пытался мелодраму написать, у меня это была мелодрама про девушку, такую криминальную королеву, вот такие существуют способы проникать в индустрию, поэтому, я в этой связи, друзья мои, вас попрошу сделать две вещи, первая вещь, найти контакты какой-нибудь кинокомпании, и отправить туда ваш сценарий, написать, да, я, здравствуйте, я начинающий сценарист, разрешите предложить вашему вниманию мой сценарий короткометражного фильма, и второе, я вас заставить это не могу сделать, да, но я настоятельно рекомендую ваш сценарий опубликовать, выложить его там на прозеру, на своей странице в соцсетях, вконтакте, в фейсбуке, где угодно, чтобы кто-то ваш сценарий прочитал, одно другому не мешает, публикации и отправка, да, то есть, если, например, вашим сценарием заинтересуются и скажут, так, вы его где-нибудь там публиковали, кому-нибудь еще отправляли, вы тут же спокойно можете удалить эту публикацию, ничего, как бы, не, хуже, хуже не будет, вот, то есть, самое главное, не бойтесь, что ваш сценарий украдут, он никому нахер не нужен, то есть, если кто-то вдруг заинтересуется вашим сценарием, да, это не значит, что, о, все, сейчас миллион долларов я за него получу, ничего вы не получите, бутылку коньяка в лучшем случае получите, вот, самое главное, чтобы он был снят, в каком случае, кому может быть интересен короткометражный сценарий, короткометражный сценарий может быть интересен начинающему режиссеру, то есть, режиссеру, который только что закончил киношколу, ему нужен материал для того, чтобы, да, дешево, просто, в одной локации за один день снять какой-нибудь сценарий, вот, для них это, им это важно, да, дальше они могут посылать свои короткометражки куда-нибудь на конкурсы, и, соответственно, для них короткий метр это разбег перед полным метром, поэтому начинающие режиссеры вас интересуют, если в компании, например, есть какой-нибудь начинающий режиссер, там чаще всего как бы тусуются такие ребята, которые вот-вот хотят попробовать что-то делать, они могут взять и отдать такому режиссеру, чтобы снять короткий метр, второе, кому еще может быть интересен короткий метр, платформа, платформы, которые делают проекты для интернета, да, их может заинтересовать такая, такая, как такой короткий сюжет с потенциалом сделать интернет-сериал на эту тему, тоже платформы можно им предлагать, можно, там, они все известны, да, Ivy, Prime, там, и так далее, можно им отправлять и предлагать, предлагать свои сценарии, тоже вероятность существует, теперь, если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, я готов на них ответить, еще раз, напоминаю, два задания, первое, опубликовать свой сценарий, второе, найти какую-нибудь компанию и отправить туда свой сценарий, ну вот, Петр Овсяников пишет, снимаем детские, любительские, короткие метры с нравственными посылами, выпустили 7 работ, пока только по своим сценариям, но готовы посмотреть ваши, кому интересно, пишите, только на безвозмездной основе, вот, Петру пишите, отправляйте, так, прошу прощения за дерзость, вопрос скорее на будущее, как обезопасить свой шанс, шедевр от плагиата при его размещении в соцсетях, да, сейчас скажу об этом, я пишу только комедии, стоит ли мне идти на ваш курс базовый, ну, естественно, конечно же, что вы думаете, я учу только детективщиков, вовсе нет, у меня один раз я за все время сделал чисто детективный курс, поверьте мне, как пишутся комедии, я знаю, у нас, кстати, был курс по комедии, отдельный тоже у нас был, поэтому, так, это Казахстан, детка, наш мем, да нет, я не вообще, вот я вообще совершенно не в претензии, я очень сильно веселился, и мне это даже польстило, то, что вот ребята взяли, они же моей фамилией подписали текст, они же не за себя выдали, но там фамилии были смешные, там у меня был какой-то Золотов, что ли, герой, его назвали Алтенбаксов, вот, это так смотрелось прикольно, так, когда тебе 20, можно идти по этому долгому пути, а когда тебе не 20, ну, как бы, можно, можно пойти более длинным путем, да, этот долгий путь, это самый короткий путь, поэтому, как бы, если вы не идете по этому пути, то, вы не идете никуда, так, отправлять заявку, или сразу сценарий, ну, у вас же есть сценарий, поэтому отправляйте, конечно, сценарий, так, как писать заявку, ребят, отдельная большая тема, я делал целый интенсив, в свое время, по написанию заявки, и заявка, на самом деле, вам, по короткому, на короткий метр, заявка не нужна, заявка нужна, тогда, когда вы пишете телесериал, поэтому, мы заявками занимаемся, на сериальном курсе, вот, и я писал заявки, почему, потому что, я хотел на телевидении работать, я хотел сериалы писать, потому что, сегодняшнее, главное искусство, это телесериал, там, и свободы больше, и бюджетов больше, и возможностей больше, чем в полнометражном кино, какие платформы, специализируются, в коротких метрах, я не делал research, это, ребят, сами сделайте, посмотрите, посмотрите, что есть, там, у Ivy, что есть, у этого самого, у Prime, там, у МТС, тоже есть свой, Kion, тоже, своя, своя платформа, поэтому, посмотрите сами, поизучайте, так, есть ли издательства, в России, которые могут, издать комиксы, в других странах, на других языках, а зачем им это, ну, логика, зачем, российскому издательству, на другом языке, в другой стране, издавать комикс, если у российского, издательства, есть 150-миллионный рынок здесь, и плюс, еще 150-миллионный рынок, в бывших странах СНГ, да, то есть, 300 миллионов русскоговорящих, зачем, еще какие-то другие языки делать, так, на конкурс будет считаться отсылка, да, вполне, алтенбеков, нет, я именно запомнил, алтенбаксов, там смысл в том, что золото и баксы, там был, типа, этот самый, типа, такой миллионер, я, как сейчас помню, рассказ назывался, золушка 2002, плохой очень рассказ, но тем не менее, вот его опубликовали, да, вот она пишет, воодушевлена процессом, и уже на вашем курсе, так, публиковать в соцсетях сценарий, или лучше адаптировать его под историю, или запись в блоге, ребят, не надо, посмотрите, не надо ничего усложнять, просто напишите, уважаемые друзья, подписчики, я в течение этой недели, проходил, проходила курс сценарий, за неделю молчанова, и написала сценарий, последнее задание курса было, опубликовать сценарий в соцсетях, вот он, и дальше текст сценария, ну, или ссылка, если вы его куда-то выкладывать будет, посмотрите, почитайте, дайте обратную связь, смотрите, для чего мы это делаем, на самом деле, для чего мы публикуем в соцсетях, опять же, я реалист, и я понимаю, что, даже если у вас много подписчиков, сценарий прочитает, ну, мало кто, потому что сценарий все-таки специфическая литература, но хорошо, если кто-то прочитает, даст какую-то обратную связь, уже отлично, но важно вот что, понимаете, когда вы публикуете текст, у вас меняются отношения с этим текстом, вы начинаете его по-другому чувствовать, да, то есть, когда ты написал текст, и он у тебя в столе лежит, да, это какое-то, вот, ну, как будто, представьте, женщина забеременела, да, а вместо того, чтобы родить ребенка, оставила его у себя в животе, да, то есть, рождение текста происходит не в момент его перенесения на бумагу, а в момент его публикации, вот случилось публикации, у вас происходит, как бы, вот, скажем так, текст с этого момента для вас, как бы, сложился, то есть, меняется отношение, и вы становитесь, ну, как бы, беззащитными, то есть, вы, пока текст у вас где-то, да, там, ну, как бы, никто, он защищен от критики, да, от любой какого-то этого самого, да, а так, вот все, через ваш текст начинает идти читательская энергия, даже если просто люди прочитали, лайкнули, уже вы чувствуете этот отклик, вы уже чувствуете эту энергию, и не важно, какую обратную связь вы получите, важно то, что у вас начнется взаимоотношение с читателем, и вот это взаимоотношение с читателем, оно очень важно, то есть, когда ты просто пишешь в стол, это портит перо, на самом деле, так, на ваш взгляд, где и кого в России лучше всего учат кинорежиссуре, вот, честно говоря, не знаю, никогда не интересовался этим вопросом, но у нас много достаточно киношкол, и частных киношкол на любой вкус, оценить мне очень сложно, но я думаю, что надо смотреть на мастера, то есть, смотреть на то, конкретно кто учит, так, Наталья отправила заявку из сценариев, фильм коллекшн, чертов бесстрашный гений, молодец, отлично, у нас, в мастерской, мы все, на всех курсах, мы всегда, у нас финальное занятие, это рассылка сценариев, рассылка романов, также вот роман мы написали, да, у нас наша задача, не просто написать роман, а наша задача довести его до публикации, то же самое, да, вы написали, вы отправили, гарантии еще никакой нет, но, тем не менее, важно то, что вы сделали все, что смогли на этот момент, да, то есть, что вы уже хоть что-то сделали, да, повысили вероятность того, что ваш текст кто-то прочитает, дальше, смотрите, по поводу авторских прав, опять же, этот вопрос, почему-то ужасно волнует, начинающих сценаристов, не украдут ли мой сценарий, ну, вот, как бы вам сказать, чтобы вас не обидеть-то, никому ваши сценарии не нужны, никто их воровать не будет, потому что, если ваш сценарий продюсера заинтересует, то, чтобы снять его, ему проще заплатить вам, какие-нибудь 100 долларов, или 200 долларов, вы счастливы будете, поверьте, вот вам 10 тысяч рублей, заплатят, и все, и вы окей будете, да, потому что, если вы больше попросите, скажут, идиот какой-то, да, то есть, купить вашу короткометражку проще, чем ее у вас украсть, это любого сценария касается, договориться со сценаристом, и заплатить ему дешевле, нежели воровать у него, потому что, если украдут сценарий, вы можете это доказать, легко, два текста поставили рядом, это сразу же видно, ваш текст или нет, максимальное возмещение, по нарушению авторских прав, это 5 миллионов рублей, сейчас может быть больше, и вы легко, вы автоматически, вы суд выигрываете автоматически, вот, и продюсер, который вложил в это кино, еще, допустим, еще там, сколько-то там, несколько миллионов рублей, но он же не идиот, рисковать ради 10 тысяч рублей, рисковать несколькими миллионами, и, конечно, ему проще вам заплатить, и купить ваш сценарий, вот, опять же, могут и, могут даже не 10 тысяч, могут 100 рублей предложить, или 1000 рублей, да, например, если денег нет, ребят, мы можем опцион только купить, да, чисто символически, да, 1000 рублей, например, или 5000 рублей, вот, и тут надо смотреть тоже, иногда есть смысл и на это идти, идти на опцион, у меня коллега сейчас как раз делает, заключает, там, по своему, там, адаптацию некого его проекта делают, и там выплачивают проценты, выплачивают гонорар в случае запуска, да, но там опцион начальный совсем небольшой, там, несколько тысяч долларов, вот, а проект миллионный, вот, поэтому продюсеру всегда дешевле заплатить, чем украсть, почему, потому что продюсеру нужен не сценарий на самом деле, ему нужен сценарист, который будет этот сценарий сопровождать, да, бывают такие ситуации, когда есть проект, сценариста выкидывают из проекта, и меняют его на другого автора, но это не проворовство, это другая ситуация, если вы не справляетесь со своей работой сценариста, то вас и из вашего проекта точно так же могут выкинуть, но каждый сценарист должен иметь свой шанс, и я считаю, что самый простой способ зафиксировать авторские права, это опубликовать на Prozor.ru свой сценарий, вот, если вы начинающий сценарист, да, и вам надо авторское право зафиксировать, этот сайт Prozor.ru автоматически присваивает вашему тексту копирайт, и фиксирует время публикации, да, и это защищает ваш текст от воровства, и даже если это произойдет, да, кто-то, допустим, попытается вдруг, случится невероятная ситуация, и вы будете первым в истории сценаристом, у которого украдут сценарий короткого метра, допустим, такую гипотетическую ситуацию, если это произойдет, вы просто отправите этому продюсеру ссылку на публикацию, и скажете, вот смотри, этот текст опубликован на Prozor.ru, вот значок копирайта, вот дата и время публикации, идем в суд, после этого, поверьте, вам скажут, приходи подписывать договор, но даже, допустим, вот безумец какой-то, продюсер безумец вам попадет, скажет, хорошо, идем в суд, но вы идете в суд, и вы выигрываете просто автоматически, и покупаете себе новую квартиру, вот, но этого не происходит, потому что, понимаете, да, потому что продюсеры все-таки, среди них достаточно мерзавцев, но дураков среди них нет, дураков, которые не умеют считать деньги, потому что, повторяю, максимальная компенсация за нарушение авторских прав, это 5 миллионов рублей, и вы легко можете их получить, и так, друзья, финализирую, два основных, домашних задания, первое, это, опубликовать свой сценарий, и второе, найти адрес какой-нибудь компании, алгоритм я вам описал, и отправить туда письмо, что в письме писать, добрый день, здравствуйте, я начинающий сценарист, написал сценарий короткого метра, разрешите предложить вашему вниманию, сценарий о том-то, о том-то, и приложите текст, случится ли что-то после этого, да может и случиться, вот у нас была студентка, она потом после этого, она пришла на базовый сценарий, она, по-моему, все она, по-моему, все три курса она прошла, Юлия Погребняк, и она написала сценарий, как раз таки на сценарий за неделю, на бесплатном курсе, написала сценарий, сейчас я не помню название, просто дайте я, с вашего позволения, его найду, и этот сценарий был снят, сценарий короткометражного фильма, и его главную роль там играла Чулпан Хаматова, и он выиграл что-то, какое-то немереное количество конкурсов, так, вот он, собирайся, поедем на праздник, по-моему, вот этот, вот сейчас я, сейчас я гляну, да, как раз таки для Окка, он был снят, вот он, Чулпан Хаматовой, собирайся, поедем на праздник, 21-й год, прошлый год, в позапрошлом году, она проходила сценарий за неделю, написала этот сценарий, вот потом она пришла на базовый сценарий курс, написала там сценарий фильма, по деде, про балет, и вот он тоже был снят, тоже в 2001 году, поэтому, вот вам, пожалуйста, если вам нужны примеры, вот вам, пожалуйста, пример сценарий, который был написан на этом бесплатном конкурсе, курсе, вернее, и он был снят, и получил кучу, кучу премии, на самом деле, таких сценарий больше, потому что, просто не всегда, ну, я не веду, как бы, статистики какой-то подробной, да, то есть, люди не отчитывают, когда у них выходит сценарий, они же не прибегают ко мне, и не говорят, Александр, посмотрите, вот сценарий снят, да, люди часто забывают о том, благодаря кому, там, что-то было написано, поэтому, так, если есть вопросы, я готов на них отвечать, да, и еще, еще одно домашнее задание, которое я попрошу вас сделать, я попрошу вас написать отзыв на этот курс, что вот вы прошли этот курс, и поставить ссылку на мою страницу ВКонтакте, где в разделе видео находятся в записи все уроки этого курса, может быть, кто-то из ваших друзей захочет тоже посмотреть эти уроки, это им тоже будет полезно, ну, и мне приятно, и я читаю отзывы всегда все, естественно, приятно, когда люди пишут о том, что они вот с пользой провели эту неделю, доброе слово, и собаке приятно, и пришлите ссылку на этот отзыв, напишите его у себя в соцсетях, и ссылкой на, ссылку на этот пост пришлите в комментариях к этому уроку, отзыв, и ссылку на публикацию вашего сценария тоже, я попрошу сюда прислать в комментарии. Так, артерия киноутютина. Так, чтобы украсть сценарий, все равно кому-то из сценаристов придется заплатить. Ну, да, понимаете, вот какой, каким может быть на самом деле механизм кражи, он может быть, да, но чаще всего это такой механизм, вы сценарист, вы принесли какой-то проект, и дальше с вами начинают работать с этим сценарием, и в какой-то момент становится понятно, что вы не вывозите, вы не тянете, и вот в этом случае вас могут заменить на другого сценариста. И такое, такое происходило, на сериалах это вот сплошь и рядом происходит. Причем, на качество сценариста это вообще никак не сказывается. Потому что у меня были, причем, у меня была ситуация, приятель, Вадик, Вадик, с которым мы сидели во ВГИКе, на задней парте, и когда мы уже закончили ВГИК, мы делали там кучу разных проектов параллельно, и у нас был проект, на котором я переписывал его серию, и был проект, на котором он переписывал мою серию. То есть, на одном проекте мне дали переделывать его работу, а на другом проекте ему дали переделывать мою работу. Мы ржали просто как сумасшедшие. Два сценариста, мы так еще, над нами все время стебались, мы такие, на братьев похожи, оба длинноволосые были. И сидели на заднем, на задней парте сидели коньяк пили на всех уроках. Вот. И вот переписывали друг за другом сценарий. Так, когда я выложила свой первый ролик на странице, все оказались такими крутыми режиссерами, что стало противно. Ну, друзья, да, это так. Получать критики. Люди покритиковать очень любят. Так, но я, наверное, это слишком амбициозно с моей стороны, но я вижу в своем сценарии за неделю сериал. Да, такое может быть. Сериал «Глухарь». Он вырос из короткометражного сценария. Так, большим хамством написать в киностудии я написал серию сериала. Ребят, сценарист, знаете, как очень хорошо сказал Гребнев или Габрилович. Не помню, кто из них. По-моему, Гребнев все-таки. Он сказал, что сценарист должен быть обидчив и амбициозен как негр. Вот самое главное, здесь все-таки амбициозен. то есть сценарист должен быть амбициозен. Что самое... Вот отправите вы свой сценарий. Что самое плохое может случиться? Ну, его не прочитают. Или прочитают и скажут, Андрей, вы написали короткий метр, а не сценарий сериала. Ну, вы такой. Ну, ладно. Ну, попытка не пытка. Вот. Поэтому, вот, вы понимаете, что самое худшее случится. Ну, вы с этим готовы смириться. Поэтому, ну, попробовали, попробовали, не получилось, не получилось. Почему знают режиссеров, а сценаристов никто? Смотрите, наша киноиндустрия, она режиссера центрична. И вообще, сама эта идея того, что режиссер, автор фильма, эта идея не так много лет. То есть, в довоенном кино автором фильма был сценарист. Если вы посмотрите, условно говоря, какие-нибудь фильмы, там, корне, да, там, сценарист, Жак Превер, например, да, и в титрах указано, автор фильма Жак Превер, режиссер Майкл Корне. Вот. И после войны ребята, критики из Каю Ди Синема, откуда вышли Трюфо, Гадар, да, откуда вышла вся новая волна, они сформулировали такую штуку, что главное в кино это то, во что превращает сценарий режиссер. То есть, язык кино это не то, что люди говорят, да, не диалоги, а то, как снято, да, темп, ракурс, монтаж, свет и так далее, и так далее, да, то есть, все то, что в сценарий привносит режиссер, что вот это и есть авторство. Поэтому, если взять один и тот же сценарий и отдать его разным режиссерам, получатся совершенно разные фильмы. и был расцвет такого режиссерского кино и в Европе, начиная с 60-х годов, да, начиная с новой волны, неореализм в Италии, да, золотой век Голливуда, да, автор, золотой век независимого Голливуда, да, то есть, это там 70-е годы, все эти Коппола, Спилберг, все эти бешеные, бешеные быки, Скорсезе, да, беспечные ездоки, Денис Хоппер, да, вот все, все это были звезды режиссуры. Но дальше начала в мире меняться, меняться ситуация вообще с киноиндустрией. И из залов люди начали перемещаться домой с появлением кабельного телевидения, с появлением HBO, оно появилось довольно давно, это тоже там самое начало это 60-е, да, в 70-е оно уже там полноценно функционировало, да, а начиная с 90-х годов начинает появляться такое независимое сериальное производство, артхаусное сериальное производство, начиная с там с клана Сопрано, и кадры начали перетекать из полнометражного кино в сериальное, да, до этого к сериалам киношники относились с пренебрежением, да, то есть сериал это было такое, ну, мыло для домохозяек, сегодня экранное кино в мире это аттракцион, да, то есть это кино для подростков, это Человек-паук, а дома люди сидят и смотрят на Нетфликсе, на HBO, на Шоу Тайм, да, смотрят умное, глубокое кино, и мы видим Скорсезе работает на телевидении сегодня, да, делает сериалы, Вуди Аллен сделал сериал для этого самого, для Амазон Прайм, кто еще там, Гасман Сент сделал сериал Босс для Старс, господи, Финчер сделал, два уже сериала сделал, да, и, в общем, останавливаться не собирается, да, то есть начинают переходить, все перетекать на телевидение, на кабельное в основном, конечно же, телевидение, и на телевидении в сериале главный человек это сценарист, то есть там главное, что написано, а не то, что снято, потому что то, что снято, чаще всего там стандартное положение камеры, да, то есть там в том, как снято, чаще всего все гораздо проще, чем на экранном телевидении, потому что экран маленький, да, он не требует слишком изощренного этого самого, да, и удержание внимания происходит за счет драматургии, главное, это драматургия, я вам говорил, что сегодня главные звезды кино мирового, это сценаристы, это Аарон Соркин, это Винс Джиллиган, это Мэтью Вайнер, да, все эти, все эти замечательные ребята, да, никто не знает режиссеров, которые снимали их фильмы, у нас сейчас такого пока нет, да, то есть мы сейчас, мы немножко отстаем в этом смысле, да, но у нас сейчас происходит тоже в этом смысле такой переломный, переломный момент, и у нас вот этот институт шоураннерса, он у нас сейчас развивается все больше и больше, самый, как бы, самый известный российский шоураннер это Илья Куликов, который и сам режиссирует очень часто, но и сам пишет все свои проекты, вот, поэтому чем дальше, чем дальше, тем больше, тем больше сценаристы становятся известными, становятся звездами, а режиссеры уходят, да, то есть мы там, режиссеров, которые работают на телевидении, мы практически не знаем, вот, и когда мы видим какой-нибудь сериал по сценарию Короткова, мы говорим, что это сериал Короткова, Побег это сериал Короткова, Побег 2 это сериал Молчанова, да, а не режиссеров, которые их снимали, так, извините, присоединилась не сразу, вы рассказали, куда, это все, ребят, переслушайте, отзыв уже написала, вопрос не совсем конструктивный, очень мечтаю сделать по одной истории книгу, фильм и сериал, это возможно, да, вполне возможно, более того, смотрите, если, например, у вас сюжет исторический или фэнтезийный, я советую начинать не с сериала, а с книги, и если будет успешная книга, то тогда по книге может быть и фильм, то есть, представьте, что Лукьяненко написал бы под озором сценарий, никто бы этот сценарий снимать не стал, но он написал книгу, книга стала бестселлером, и дальше по книге было снято два фильма, Вадим Панов, Темный город, то же самое, если бы он написал сценарий, никто бы не стал сценарий снимать, но он написал роман, серию романов, она стала известной достаточно, стали бестселлерами, и вот по ней снимают, то есть, это вполне себе, вполне себе стратегия, да, писать книгу с расчетом на экранизацию, я вам больше скажу, что сегодня очень часто книги пишут сразу с прицелом на экранизацию, то есть, их уже пишут, строят сюжет все более и более похожим на кино, с тем, чтобы и структурно похожим на кино, да, чтобы по книге можно было сделать кино хорошее, вот, и соответственно, для этого сценарист должен, вернее, писатель, прозаик, должен понимать язык кино, понимать, как строится структура, понимать, как сюжетные линии переплетаются, то есть, если вы посмотрите, например, на Стивена Кинга, да, это, наверное, самый экранизируемый писатель в мире, да, у него практически все экранизируется сходу, вот, так он и пишет так, что понятно, сразу же понятно по его книге, как его, как это дело экранизировать, то есть, это почти готовый сценарий, так, меня больше страшит, что украдут не весь сценарий, а вишенки, сторты, интересные фишки, фразы, такое, смотрите, ребят, вот не надо слишком о себе в этом смысле быть высокого мнения, ах, украдут мою идею, украдут мою шутку, украдут мою фишку, у любого сценариста идей вот столько, у любого сценариста фишек, фразок, вишенок с торта столько, что за всю жизнь их не 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 описать, чтобы вот кто-то начал читать чужой сценарий для того, чтобы украсть оттуда какую-нибудь шутку, зачем, ну, у людей своих шуток полно, не знаешь, куда девать, так, молодой продюсер Габрилович не потомок того самого, вполне может быть, я знаю, что сын у Габриловича Евгений, он был и он сам закончил сценарный и тоже там что-то продюсировал на телевидении работал, поэтому вполне может быть, это вполне может быть внук, например, так, сцены можно снимать долго и тогда кино в итоге выйдет за пределы времени КМА, можно быстро, ребят, скорость съемок фильма никак не связана с продолжительностью сцен, то есть вы можете снять фильм за сутки да, или за месяц, а можете снимать его 10 лет, как Герман Старший, поэтому никакого соотнесения времени, потраченного на съемок и времени на экране не существует, так, когда опубликовать, в рабочие дни активнее читают публикации, можно во вторник и среду, а в понедельник до 12, не, ребят, вот смотрите, давайте ничего не надо откладывать, затягивать и так далее, и так далее, вот есть сутки, да, за сутки надо это сделать, сделайте это, потому что опять дальше потом начнется, а давайте я потом, а давайте завтра, а давайте послезавтра, какие книги посоветуете по истории кино, как же автор, Базен, по-моему, сейчас я посмотрю, Эрве Базен, история, история кино, там есть версия, по-моему, двухтомная, есть пятитомная версия, сейчас я посмотрю, нет, не Эрве Базен, по-моему, Андре Базен, вот там хорошая, хорошая была книга Базена по истории кино, сейчас я ее, сейчас, ребят, я гляну, у меня, у меня просто ужасно, у меня ужасно плохая память на фамилии, поэтому я, сейчас я его в маркете, гляну, должен показать, на зоне, там, чем хороша эта книга, тем, что, а, вот, что такое кино, что она очень хорошо рассказывает о том, о ранних годах кино, анимон кино, вот, поэтому я советую ее прочитать, что еще, какие еще хорошие есть книги, хорошая книга, очень у Козинцева, глубокий экран, вообще есть пятитомник, вообще, смотрите, у нас, в Афгике, режиссуру читал Масленников, помните, который Шерлока Холмса снял, и он сказал, что, по его мнению, о режиссуре, есть три хороших книги, которые он советует прочитать, это книга Эфроса, репетиция, любовь моя, книга, на самом деле, четыре тома, это глубокий экран Козинцева, и это разговоры о кино Рома, разговоры о кино, есть его трехтомник, такой коричневый, вот там есть эти разговоры о кино, это не рассказы о кино, не устные рассказы, а именно там серьезная, серьезная, серьезная книга, именно о теории кино, Козинцев на меня произвел очень сильное впечатление, его есть такой черный пятитомник, и там, вот помимо глубокого экрана, это такие воспоминания, там очень классные шекспировские книги, где он рассказывает, просто описывает свою работу над сценарием, вот, поэтому я считаю, что киношнику очень полезно почитать, почитать вот эту книгу, вот, дальше, что еще по истории кино, если, например, вы любите американский кинематограф, и хотите его понимать, есть очень хорошая книга, автора тоже я не помню, она называется Бешеные быки и беспечные ездаки, толстая достаточно книга, она описывает как раз таки, вот этот золотой век независимого голливудского кино, это вот Крестный отец, Челюсти и так далее, и так далее, ранние фильмы Скорсезе, 70-е годы, с одной стороны, она очень познавательна, очень хорошо прописана, с другой стороны, она очень вдохновляющая, то есть, понимаете, вот кино, вот есть профессии, в которые люди идут просто зарабатывать денег, на мой взгляд, кино, это нечто больше, чем просто профессия, да, то есть, это некий, некая идентификация, да, то есть, у вас, если вы занимаетесь кино, у вас происходит слияние с этой профессией, да, то есть, когда человек кинематографист, ну, во-первых, это навсегда, я помню, когда я поступал во ВГИК, и мой мастер, Бородянский, он так посмотрел на меня, на рассказ, на который я написал, там рассказ надо написать, и он говорит, а чему вас можно научить, вы и так все умеете, вот, мне 32 года было, и я говорю, нет, вот я хочу сценарий научиться писать, и он у меня спросил, вы хотите стать кинематографистом, я, вот, я все время вспоминаю, этот вопрос его, да, и я сказал, да, конечно, я хочу стать кинематографистом, он сказал, ну, хорошо, тогда мы вас возьмем, так вот, когда ты становишься причастным к этому всему, да, это не просто, там, волшебный мир кино, где звезды, там, еще что-то, я в этом, ну, 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 там, ходил я-то среди всех этих звезд, да, дома был у Владимира Меньшова, да, Оскар этот, вот у него на телевизоре стоящий, вот, сидели там, мы с ним работали, сценарий обсуждали там, и так далее, и так далее, он, покойник, меня очень любил, говорил, что, молчанов пишет очень лихо, вот, мне это очень льстило, но, не это главное, главное не то, что ты ходишь, тусуешься со звездами, а главное, это вопрос смысла, потому что, на мой взгляд, сценарная работа, это работа, как бы у вас ни шли дела, это работа, наполненная смыслом, потому что, всем людям, чем бы они ни занимались, где бы они ни жили, у всех людей есть потребность, в том, чтобы вечером, пойти в кино, или включить телевизор, и посмотреть какой-нибудь сериал, или посмотреть какой-нибудь фильм, и, когда это происходит, когда они смотрят, что-то в их жизни меняется, да, то есть, они чему-то учатся, они от чего-то лечатся, в конце концов, они просто на два часа забываются, и уходят в какой-то другой мир, поэтому, мне кажется, что наша работа, это самая важная работа, из всех работ, которые есть в мире, в работе с сценаристом много проблем, много трудностей, но, мне кажется, что самая главная награда, самое главное преимущество, это, вот это ощущение, причастности к этому делу, который не может быть неправедным, который всегда, ты всегда понимаешь, что, что бы то ни было, ты всегда занимаешься благом, то есть, ты всегда несешь добро, какое бы кино ты ни делал, и даже фильмы, даже, не знаю, какой-нибудь, прости господи, какая-нибудь советская пропаганда, или какая-нибудь немецкая пропаганда, какой-нибудь триумф воли, по сути, омерзительная, по своей тональности, по своей, скажем так, по своим мотивам кино, яд из него выветривается, и это становится просто кино, вот, и это и есть самое главное чудо, вот, и человек, который этого один раз попробовал, мне кажется, не променяет это ни на что другое, так, ссылка на публикацию, до сих пор обдумываю вашу фразу, жизнь пишется с кино, так оно и есть, так, если владею английским свободно, с вами на курсе, можно писать сценарий на английском, чтобы таргетить иностранные компании, нет, обучение в мастерской ведется на русском языке, все сценарии пишутся на русском языке, так, Лукьяненко сценарий бы не написал, ему и Бекмамбетовские дозоры, не понравились, но есть некоторые признаки того, что Лукьяненко писать сценарий пытался, как минимум, и очень ругался, помнится, в ЖЖ, что не, ну, я просто, ну, так получилось, что у нас же все, 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 все знают, вот, и мне, скажем так, случалось, некоторые его тексты, видеть, в каком контексте, умолчу, так, я, Лукьяненко, на самом деле, уважаю, он, он очень крут, я очень люблю его книги, про его космические оперы, звезды холодной игрушки, предъем великолепный, это лучшая космическая опера, которую вообще я читал, и очень люблю глубину, к дозорам я как-то уже спокойнее, спокойнее отношусь, можно ли быть сильным писателем, прозаиком, и одновременно сильным сценаристом, как Юрий Нагибин, вот вы ответили на свой вопрос, Нагибин мог, наверное, и вы сможете, так, да, книги стали писать, как кино, а учатся драматургии в сценариях, мастерских, это так, это так, сегодня кино, сегодня прозаики учатся в сценарных мастерских, так, к сожалению, это превращается в тенденцию, продюсер говорит, бюджет маленький, ваше дело снять туфту, мое дело впарить это в туфту, я бы не сказал, что это тенденция, я бы сказал так, такое бывает, действительно бывает, и действительно, бюджеты маленькие, вот, но вопрос, почему бюджеты маленькие, иногда бывает так, что бюджет-то выделили нормальный, да, но, что называется, оттуда выведено, такое тоже бывает, но и продюсеры, ребят, тоже бывают разные, в большинстве случаев, продюсеры, это люди, которые не очень большие деньги, зарабатывают, и очень любят то, что они делают, потому что, опять же, заработать деньги проще где угодно, кроме как в кино, то есть, если продюсеру нужны деньги, он скорее пойдет нефтью торговать, чем кино, поэтому, ну, мне, наверное, везло, и у меня, продюсеры, с которыми я работал, они, конечно, деньги-то считать умели, но они всегда, они все очень любили кино, страстно любили кино, обязательно ли прослушать базовый курс, смотрите, нет такого прослушать базовый курс, это не лекционный курс, это практический курс, мы там будем писать, если хочешь сначала пойти на курс по роману, нет, это не обязательно, совершенно не обязательно, но я советую, друзья мои, я советую начинать с базового, вот поверьте мне, просто, сделайте себе крутой год, ситуация сейчас такая, что в мире все, меняется, непонятно куда меняется, и там ближайшие год-два, ничего в принципе интересного происходить не будет, да, будет только вот сплошной негатив, и хорошая тема скрыться от этого негатива, это скрыться в нашем монастыре, в нашей сценарной мастерской, я это прям очень хорошо почувствовал, с 24 февраля, когда вообще ничего делать не хотелось, руки опускались, но я заходил в мастерскую, и мы там сидели, писали, писали сценарии, и ребята, которые, вот как это, как раз был трехмесячный курс по полному метру, ребята, которые закончили, они мне просто говорили, что вот этот курс меня спас, да, то есть было, было ради чего жить эти три месяца, вот, поверьте, никакого просвета я пока не вижу, поэтому все, что нам, все, что мы можем делать, это сидеть и заниматься творчеством, да, и как говорил Франкл, были люди, которые говорили, что все закончится, и они ломались первыми, были люди, которые говорили, что все это никогда не закончится, и они ломались вторыми, а выживали и сохраняли себя те люди, которые смогли найти способ заниматься своим делом, я для себя решил, да, что вот я буду заниматься своим делом, я буду учить людей писать сценарии, и соответственно, вот те люди, которые сейчас в этой ситуации продолжают заниматься своим делом, да, продолжают писать, вот у них-то все и будет в порядке, да, то есть они не потеряют себя, не растратят себя на какие-то там срачи фейсбучные, так, если бы у нас платили за идеи, я был бы уже богат, как Абрамович в прошлом году, друзья мои, идея не стоит ничего, идея на самом деле, самое главное не идея, самое главное это ее исполнение, и задача сценариста, да, у каждого сценариста тысячи идей, да, задача эту идею довести до конечной реализации, Андрей Базан, да, я их путаю все время, я же вам говорил, у меня с именами, ой-ой-ой-ой, так, давайте ссылки, да, ребят, давайте ссылки после стрима, чтобы они были все вместе, и продублируйте, те, кто отправил ссылки, да, чтобы я мог видеть все эти самые, посоветовали книгу сценарий Сидфилда, друг учился в Америке, смотрите, неправильно вам друг посоветовал, книга называет, автор книги называется Сидфилд, книга называется сценарий, действительно, да, она есть, она есть на русском языке, переведена, если интересно, закажите эту книгу, и когда закажете, переверните эту книгу, и прочитайте то, что написано на обороте этой книги, вас там ожидает приятный сюрприз, ну, или неприятный, хорошо, я скажу, что там, там мой отзыв, когда ее издавали в России, меня попросили написать, написать рекомендацию, хорошая книга, у меня есть к ней некоторые вопросы, там, скажем, по поводу структуры, он считает, что он ратует за трехактную структуру, но при этом, он второй акт делит пополам, на мой взгляд, это неправильно, вот, и скажем, Труби, он дальше пошел, то есть, он уже говорит про четыре акта, поэтому, но в целом, да, книга Сидфилда, это, это 70-е годы, и она, пожалуй, была первым таким учебником по сценарному мастерству, дальше, дальше уже другие появляли, это он еще раньше Макеи написал, так, принципиально ли определенное количество страниц сценария, у меня он очень короткий, смотрите, насколько коротким может быть фильм, я помню, есть такая известная история, когда Тонино Гуэре, Гуэра с Феллини поспорили, что Гуэра напишет самый короткий, там, меньше, чем за минуту, напишет фильм, вот, и он действительно сочинил такую историю, она действительно очень хорошая, то есть, это действительно такой короткометражный фильм, который может быть в 15 секунд, и фильм такой, женщина сидит, смотрит на телевизор, на телевизоре взлетающая ракета, идет обратный отсчет, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск, ракета взлетает, она берет телефон, набирает номер, и говорит, приезжай, он улетел, приезжай, он уехал, или приезжай, он улетел, я не помню, как точно реплика, по-моему, все-таки говорит, он уехал, вот, вот, пожалуйста, хорошо, да, просто, и структурно, да, есть, есть поворот, 15 секундный фильм можно снять, так, или навсегда затянет, или навсегда выплюнет, это так, я согласен с этим, или навсегда затянет, или навсегда выплюнет, то есть, если вы не подходите этой индустрии, то чем больше усилий вы будете предпринимать, тем быстрее вы будете из этой индустрии вылетать. Так, важно только не забывать башню, башню крылова сочинителей-разбойник, Петр, очень хорошее замечание, просто замечательное, вот, вы, друзья мои, вы самое большое мое удовольствие на этом курсе это общаться с вами потому что вы прямо в точку замечание прямо в точку помните эту басню сочинители разбойник эта история про то я могу путаться в деталях потому что я ее первый и последний раз в жизни прочитал когда мне было 9 лет что ли я как сейчас помню я сидел в томик крылова вот и сидел в коридоре нашего дома деревенского такого восьмиквартирного барака и вот я там сидел и читал читал эти басни вот история такая что попали после смерти сочинитель и разбойник попали в ад вот и огонь под котлом где жарился разбойник сначала был огромный а огонь под котлом где жарился сочинитель был совсем маленький но с годами когда они сидели там и варились под котлом разбойника пламя утихло а вот под котлом сочинителя все увеличивалось увеличивалась и увеличивалась и они стали спрашивать а что такое что-то что случилось и вот кто-то из чертей им объясняет что вот смотри тот вред который принес разбойник он был большой но он очень быстро выгорел его грехи быстро сгорели вот а то что натворил сочинитель с годами все увеличивалась увеличивалась и увеличивалась вполне может быть я много об этом думал о том что может такая штука быть но тем не менее мне кажется что все-таки происходит адаптация и то в сочинении что могло нести вред она тоже с годами выгорает и остается вред исчезает а польза остается да и например помните книга которая развратила дариана грей и совратила это роман гуисманса наоборот и вот я читал этот роман и я понимаю что в то время когда вышел вышел этот роман он действительно мог совращать и смущать молодые умы да но сейчас с годами это совершенно невинная книга да весь вред из нее выветрился ее совершенно спокойно я бы там своей дочери дал бы почитать и не ничуть не опасаясь этого так перед каждым проектом спрашиваю молодые молодых режиссеров что для них кино для меня это важно важнее гонорара это моя репутация хороший вопрос на самом деле что то что для что для них кино для меня кино это служение так идея сценария своего жизни пишется по тем же законам похоже пробовал да совершенно верно да то есть вы можете также менять свою жизнь до перья пересобирать программы да например прошлое свое вы можете пересобирать я это делал да то есть если например вы то есть мы все время же себе рассказываем какую-то историю о том что такое мы да и ты можешь рассказывать свою историю про свое прошлое одним образом и этого у этого будут одни последствия рассказывать совершенно другим образом и последствия будут другие поэтому про бюджет это казахстан детка я очень люблю казахстан мне кажется что казахстан это очень кинематографичная страна я не знаю видели вы или нет первый казахский фильм он снят по сценарию германа старшего завод называется он гибель от рара на мой взгляд это выдающиеся кино и у меня вообще как бы большая большая связь с казахстаном по разным причинам я был и в алматы в алматы и алматы да и был и в астане и у меня много учеников из казахстана но так получилось что мы учили то мы учились во в гике у нас был казахский курс то есть как раз к нам прислали из казахстана группу студентов вот и мне очень нравится история один из наших ребят значит из казахов заходит во в гике внизу портреты основоположников да там кулешов довженко эйзенштейн и по моему пудовкин четыре портрета висят вот а надо понимать что многие из них но эйзенштейн во всяком случае точно знаю что эйзенштейн работал как раз таки в годы войны в казахстане и и иван грозный снят в казахстане на казах фильме и соответственно в казахстане портреты эйзенштейна везде висят там где только можно вот и значит заходит этот наш казах заходит видит портреты эйзенштейна первым делом показывать на него и говорит о наши вот и там вахтерша наша такая свирепая свирепая такая сердитая тетка такая что какие тут тебе ваши вот это было очень смешно это вот однокурсник мой рассказывал бег сейчас он насколько мне известно он работает на казах на казах фильме и там по моему чуть ли не главным редактором все в порядке у него так пока кинопродюсер доберется до нефти его на 100 раз на битум переработает но тех кто не переработают поверьте мне если вам кажется что кино это менее конкурентная работа чем нефти то вы глубоко ошибаетесь ваше мнение про книгу роберта маки история на миллион я с большим уважением отношусь к мистеру маки я дважды был на и он даже трижды был на его семинарах и для своего времени мне кажется он сделал очень важные вещи книга хорошая но я бы категорически не советовал начинать с нее потому что она достаточно сложная она написана достаточно сложным языком в общем можно было гораздо проще сделать так же как и книга меты тоже она довольно сложно написано вот можно проще дать и там очень много ссылок на фильмы которые мало кто знает то есть если его читать да нужно прям все эти фильмы смотреть вот а это совсем не очевидные фильмы и в основном американские американское кино не самое лучшее в мире далеко вот есть смысл познакомиться с американской киноиндустрией да но я бы ее все-таки в центр в центр не ставил скажем есть есть такой список спилберга он на самом деле к спилбергу отношения не имеет там 205 фильмов но сам список он довольно адекватный я не знаю кто его составил явно не спилберг но я в свое время посмотрел все фильмы по этому списку я не смог один фильм найти супер восемь есть новый фильм супер восемь но это не это не то есть есть старый фильм супер восемь где ты там вот в сети его нет и вот эти все 205 фильмов я посмотрел естественно и там типа из русских по моему один какой-то фильм какой-то фильм по тарковскому андрей рублев что ли из бергмана один фильм причем тоже не самый не самый как бы лучший там эти улыбки летней ночи а вот при этом там есть скажем европейское кино достаточно крутое французское есть бергман до который просто я в свое время села посмотрел все фильмы бергмана от 1 до последнего и конечно это ну серьезно очень мозги промывает вот поэтому надо как бы стараться и в глубину идти в ширину да то есть не фиксироваться только на американской киноиндустрии вот и книгу маки я конечно рекомендую но не рекомендую начинать с нее то есть если вы прямо начинающий начинайте с букваря сценариста я ее для этого и написал для начинающих он купил на блошином рынке детские ботиночки они были не ношеные но это считается что этот рассказ написал хамингуэй да самый грустный рассказ из шести слов продаются продаются ботинки продаются детские ботинки ни разу не ненадеванные по моему хамингуэй не имел отношения к этому рассказу книги стареют не все книги стареют и фильмы стареют быстрее и больше чем книги то есть скажем если сейчас смотреть даже великое кино действительно мощное кино эйзенштейна антониони феллини видишь насколько устарели приемы то есть кино стареет быстрее чем чем книги и если например льва толстого вы можете читать совершенно спокойно безо всяких скидок да как нашего современника то скажем смотреть фильмы чарли чаплина да как непосредственно кино вы не можете вы все равно делаете скидка мы понимаем это же снято там еще когда до или фильмы гриффита которого я тоже очень люблю досмотрите intolerance какую-нибудь да во первых кино немое да это уже кино черно-белые дамы так далее так далее то есть очень многое очень многое стареет некоторые фильмы стареет быстрее чем выходит так гибель от рара шедевр да я в это я просто фанат этого фильма это и сценарий невероятный на самом деле германа старшего и фильм это просто мега крутой и вообще мне кажется что казахстан это одна из тех стран где может быть ну перспи в перспективе она обязательно разовьется до очень большой мирового уровня кинематографии я в этом совершенно уверен потому что в казахстане богатые традиции да и есть вот это вот энергия энергия созидания декамерон вот дмитрий кстати очень хорошее замечание декамерон тоже сейчас можно спокойно давать подросткам если получится оторвать их от тиктока да это что в то время казалось вообще абсолютно абсолютно не цензурщиной да сейчас ты это читаешь как бы ну и что биг булат шикеров да это биг булат шикеров однокурсник мы показалось очень хорошей книгам макла майкла хега голливудский стандарт все конкретно да она неплохая неплохая но на мой взгляд все таки она немножко немножко вторично а вы знаете бека джил джал если знаете передайте ему от меня привет так на что обращать внимание в списке спилберга не поняла его хоть и не углублялась но это отчет культурный отчет о истории американского кино там все фильмы абсолютно все заслуживают того чтобы их посмотреть там 205 фильмов я считаю что я потратил на этот год но я не жалею я получил огромное удовольствие американская кинематография конечно же имеет место быть другое дело что понимаете мы очень когда мы ставим голливуд в центр да мы отбрасываем сразу же все другие кинематографии да и редко редко кто еще европейское например кино смотрит ну окей но у нас есть например великолепное абсолютно индийское кино да и там и блокбастер и мощнейшие снимаются например фильм rr там что-то рычи реви еще что-то 3 я не помню его снял режиссер который снял баху бали баху бали это вообще фильм баху бали баху бали 2 это фильм уровня аватара и вот этот rr это гениальное кино я просто я пищал просто от восторга это именно вот кино какое оно должно быть там все танцуют там прыгают там левые скачут летают и так далее так далее ты смотришь с открытым ртом три часа а вот естественно все братья оказываются сестры там и так далее да то есть но у них своя своя атмосфера своя поэтика в то же время смотрите есть допустим сайте g3 до классик индийского кино там два бигха земли там песнь дороги это все там фильмы тоже которые обязательно надо смотреть есть японское кино там курасава вообще всего надо смотреть мидзагучи всего надо смотреть да то есть это тоже великолепные вещи есть иранское кино тоже замечательное да как какой-нибудь цвет вишни до аббаски ростами ну это мафсен махмальбаф боюсь может быть перепутаю фамилии да но это именно тоже на мой взгляд мирового уровня поэтому я считаю что надо как бы до немножечко понимать что мир в смысле искусства в смысле кино он становится многополярным нет вот сейчас нет вот этого диктата такого диктата голливуда как был там скажем в восьмидесятые девяностые как ребенок как ребенок скажу никакой драмы ребенок перерос ботиночки ищут кучу наде одежды так ну там смысл в том что ни разу не надеванные стареют и возвращаются мельез мил не случайно у скорсезов-хранителей ну естественно да то есть но вы мельеза все равно не будет не будете вот так вот ахать да как ахали первые зрители то есть конечно же я был в музее люмьеров в этом самом господи как же город вы еже что ли за позабыл все эти города до выходил из тех ворот где откуда эти самые люди выходили но мы понимаем что люди которые смотрели это кино впервые они не так его совершенно воспринимали и аудитория сегодня сегодняшние зрители сегодня самая насмотренная аудитория за все за всю историю человечества никогда такого не было у нас сейчас доступно любое кино какое только можно мы сейчас столько кино смотрим сколько никто никогда не смотрел вот и это тоже сказывается то есть то как мы воспринимаем кино мы воспринимаем его по-другому можно ли решиться присоединиться на ваш курс в августе. Так, Зоя, неужели вы думаете, что к августу останутся места? Так. Какое место относите советскому кино в ряду истории мирового кинематографа? Хороший вопрос. Понимаете, я думаю, что в истории советского кинематографа было два периода, когда советское кино было лидером. Это двадцатые годы, примерно начиная с двадцать четвертого года, с необычайных приключений мистера Веста в стране большевиков до примерно двадцать девятого года, до генеральной линии. Вот в это время советское кино было лучшим в мире, сильнейшим в мире. И, скажем, вот этот монтаж, да, монтажу учились, там забавно, причем у нас называли американский монтаж, а американцы называли это русский монтаж. Вот. Как с американскими горками. И был даже фильм Кулешова на Красном фронте, который по прямому распоряжению Ленина смыли за вредный американский монтаж. Вот. Но сохранился сценарий. И вот в это время, да, а это было время великолепное, это было великое время, да, то есть в это время там Чаплин работал, Гриффит работал, да, в Германии там камершпиль, да, камерная драма, то есть в Европе, во Франции, там, в Дании, везде снималось очень, в Японии снималось очень много хорошего кино. Но советское кино в это время было лучшим в мире. То есть броненосец Потемкин, ну, безо всяких скидок, это лучшее, лучшее кино того времени. В мире. Никто с этим не спорит. И второй период, это 60-е, конец 60-х, начало 70-х. Это время, когда Тарковский появился, да, это было время, когда было снято несколько очень классных фильмов, к 50-летию революции, это в огне брода нет, например, да, это комиссар, который там 20 лет на полке лежал. Вот это второй период, Параджанов работал, второй период, когда опять наше кино, советское, стало лидирующим. Когда Марлен Хуциев, Михалков молодой, Кончаловский, вот. и, то есть, вот было два периода в советском кино, когда оно было лучшим в мире. Во все прочие, во все прочие времена, оно либо находилось в упадке, либо находилось, либо становилось, как бы, догоняющим. но два-то вот этих периода были. Поэтому были кинематографии, понимаете, кино в какой-то момент становится всемирным, да, но были кинематографии, которые никогда не становились всемирными, да, было французское кино, был момент «Новая волна», да, когда оно стало всемирным, был момент у итальянцев, неореализм, когда их кино стало всемирным, да, было у Голливуда «Золотой век» довоенный, да, и «Золотой век» независимого кино, когда тоже кино становилось всемирным. А вот японское кино ни разу не становилось всемирным, да, Иранское кино великолепное Никогда не становилось всемирным Индийское кино никогда не становилось всемирным А у советской кинематографии Было два периода, когда их весь мир смотрел Поэтому Да, будучи пацаном, смотрел Легенду о Нараяме, чердак слетел Я тоже помню вот этот просмотр Я думал, что это сказка какая-то такая Пришел ребенком в кино, а там такое Ах Да, у Кустурицы Героиня Моники Берлуччи Смотрит, летят журавли Летят журавли тоже, да То есть это фильмы, которые весь мир смотрел Так, пересматривала уроки В книгах Возможность через несобственную прямую речь Передать мысли внутренние терзания персонажей Ну то есть использование косвенной речи Вы в книге можете сказать И тут он рассказал ей о том, как Как он убил ее мужа В кино вы должны Это показать Как это находит свой собственный перевод В сценариях в фильмах? Никак В кино вы не можете В кино нет косвенной речи Все, точка Есть ли шанс, на ваш взгляд, у русского кино выйти в лидеры? Я думаю, что да Тоже парадоксальным образом Я понимаю, что сейчас Там идет такой всемирный кэнсел Русской культуры Но Параллельно с этим Происходит несколько разных процессов Во-первых, быть русским Сегодня это панк-рок Поддерживать русских Это такая независимость И все понимают, что есть правительство А есть русский народ И это две больших разницы И вот эта Атака именно на русский народ На всех русских людей Она вызывает в большинство людей Негативную реакцию Это раз Во-вторых, русские сейчас становятся очень модными И издательство То есть у меня есть информация о том Что американское издательство Скринберс Заказало права на 300 современных Там и современные, и классические книги То есть они поняли, что Ребята, мы что-то про вас, похоже, не понимаем Мы хотим больше про вас знать Вы такое учудили Давайте-ка мы вообще Пытаемся понять Что это вы такое делаете Вот И то же самое будет происходить с кино То есть если бойкот Сейчас тоже Все по этому поводу как-то расстраиваются Бойкот со стороны Кинокомпаний основных Американских Ну отлично, замечательно Дайте нам два года Если нам дадут два года Если они не вернутся два года Хотя бы они все уже хотят вернуться Чтобы сделать один цикл И выпустить новое русское кино И больше Голливудское кино больше не займет Место Если оно Один раз жопу поднял Место потерял Вот И все будет занято русским кино Возможности для этого есть Индустрия есть Спасибо телевидению Телевидение помогло вырастить Большое количество профессионалов Я сейчас говорю даже не про режиссеров И сценаристов И актеров Я говорю про персонал Это операторы Монтажеры Осветители Звукачи Локейшн менеджеры Сейчас этого всего очень много Профессионалов очень много И мы сейчас Вполне можем делать Там 300-500 фильмов в год Легко Как нифиг делать Вот И Поэтому я считаю Что сейчас То что происходит Да Это во всех отношениях Ужасно Но для российского кинематографа Это шанс Причем Для Для пишущих Людей Да Это шанс Который бывает Ну типа там Два раза в жизни Вот в моей жизни Это было два раза Да То есть один раз Это 98-й год Когда Закрыли Да Из-за курса доллара Из-за скачка курса доллара Стало невыгодно покупать Эти самые Сериалы Латиноамериканские И начали снимать свои И тогда рынок Начал расти так быстро Что туда Как воронка Туда людей Просто потоком Вовлекало Да То есть у меня было время Когда мне постоянно Кто-то звонил Какой-нибудь продюсер Я как телефон не возьму Там звонок Входящий от продюсера Да То есть очень легко С улицы можно было Войти в индустрию И вот сейчас Это будет второй шанс То есть если вы хотите Заниматься кино Не упустите Третий шанс Может быть будет Только лет через 20-30 Вот Туда попасть То есть будет рост Будет огромный рост И будет легко Легко войти Просто с улицы В эту индустрию Вот помяните мое слово Это просто вот Я редко ошибаюсь В прогнозах своих Я думаю Что так оно и будет Главное сейчас Спасать не кинотеатры А студии развивать Нет Это не так Главное сейчас Спасать кинотеатры И я думаю Что Я думаю Что будет Просто оттуда Будет Кинотеатры Будут таким пылесосом Которые будут Вытягивать фильмы Из студии То есть давайте 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 Нам надо Надо расписывать Вот И Много говна Всякого Будет снято Конечно же Естественно Но Постепенно Постепенно Да Понимаете Хорошая кинематография Она не дает 200 Хороших фильмов Хорошая кинематография Дает 10 хороших фильмов И 2 Великолепных Вот Для этого Я думаю Что у нас Все возможности есть Так Поэтому Да Я думаю Что Есть Такой Сериал Получается Состоит из разных Серий Короткометражки Нет Ну конечно же Нет Свердловской Киностудии Сейчас Очень перспективная Движуха Да Есть Некоторые Признаки Того Что Мы Разговаривали Об этом С Любимого И С Министром Культуры В фейсбуке Переписывались Вот И там Прям Я вижу Что Есть Так Вопрос Был Не про косвенную Речь Про терзание Когда в тексте Размышлезмы Он протянул руку Но засомневался Что если Рванет Нет Но вы можете Закадровым голосом Сказать Конечно Это все Да Но Обычно Мы через действия Показываем Но единственная Возможность Это показать Это сделать Закадровый голос Количество Перейдет В качество Да Я считаю Что так Что количество Перейдет В качество Помните По поводу Якутского Якутского Кинематографа Тоже там Все стебались Лет 20 назад Я помню Я смотрел Те Первые фильмы Примитивные Очень Вот Сегодня Якутский Кинематограф Ну На уровне России Во всяком случае Катируется Вполне Вот И там Все больше И больше Проектов Мирового уровня Вот То есть Вот Маленькая Замкнутая Кинематография Да Она смогла В себе Найти Вот этот Импульс Поймать Его Найти Зрителей Найти Производителей И вырастить Вырастить Там Целую Мощную Целую Мощную Плеяду Авторов Вот Так Те кто Сейчас за бугром В проигрыше Нигде Не здесь Не там Я согласен С этим Да Это так Ну Поэтому Сейчас Многие Уехавшие Я Понимаете Я Ничего Из происходящего Меня не радует На самом деле Вот И конечно Вот эта Разорванность Она Меня очень сильно Угнетает И Когда я смотрю Допустим Там фотографии В фейсбук Я захожу Смотрю Там Вот это Знаете Рубрика Там Десять лет назад Три года назад Вот Ровно три года назад Я проводил Мастер-класс В Киеве Я смотрю Там На ребят На Андрея Бабика Да Вот На Девчонок На ребят Которые там были И У меня Просто У меня слезы Просто Градар Вот Поэтому Тяжелая история Все что мы можем Это писать Друзья мои Спасибо вам большое Я был Очень счастлив Очень рад Провести с вами Эту Эту неделю И Приходите в мастерскую Жду вас там Увидимся Увидимся 1 сентября На базовом Сценарном Курсе Пишите сценарий Люблю вас Спасибо за субтитры DimaTorzok